Ман Юрий Владимирович, доктор филологических наук, действительный член Российской Академии естественных наук. Включен в книгу 2000 выдающихся ученых 20-го столетия, изданную Международным биографическим центром в Кембридже, Англия. Профессор кафедры истории русской литературы, историко-филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Специалист по русской литературе и критике 19-го века. Автор свыше 300 научных трудов и публикаций. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжим нашу беседу. Я сказал, что Ленский заключает в себе зерно истинного таланта. Но оказывается, что это не просто талант, что это талант выдающийся. В самом деле, когда вы читаете о том, строгие строки, строфы, о том, кем мог бы быть Ленский, то вы должны обратить внимание на такие слова. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. И поэта на ступенях мира ждала высокая ступень. Вы знаете, это похвала высшего рода. Так не скажешь, скажем даже, о Кюхельбекере. На ступенях мира, быть может, он для славы был рожден. Или для блага мира. Так можно сказать только о большом поэте, о великом поэте. И оказывается, такая перспектива была и перед нашим героем. Но была и другая перспектива, как вы помните. А может быть, и то поэта обыкновенно ждал удел. Прошли юноши лет, душой охладел, расстался с музами, женился и так далее. То есть, удел обыкновенного человека обывателем. Возможно было и то, и другое. И вот эта альтернатива весьма показательна для Пушкина. И отчасти мы с вами уже нащупываем тот ответ, к которому мы стремимся, к которому мы хотим дать на основе изучения материала. Что такое? Пушкинские характеры открыты. С человеком всё может случиться. Путь его непредсказуем. Он может быть, как вы видите, и гениальным поэтом, и может быть обывателем. Всё зависит от времени и обстоятельств. И с этим связан вот такой элемент неожиданности. Именно неожиданность. Для нас с вами, для читателей. Потому что мы обычно... Нас приучили к тому, что мы ищем предпосылок. Какие-то предпосылки будущего развития. И эти предпосылки действительно есть. Но в то же время, пока человек жив, с ним всё может случиться. И он может удивить нас такими превращениями, такими изменениями, которым мы и не предполагали. Наверное, в мировой литературе, помимо Пушкин, есть только ещё два художника такого рода, где характеры открыты и отчасти даже не детерминированы. Вот излюбленная такая категория была в литературе. В литературе, в своё время, детерминированность характера. То есть предопределённость. Нет. Они открыты. И человек, пока жив, с ним всё может произойти. Открыты. И, следовательно, возможно и то, и другое. И неожиданные. Самое главное – неожиданные. Ну, собственно, это особенность жизни. Именно жизнь. Потому что жизнь предподносит нам иногда и сплошь и рядом неожиданные сюрпризы. Но вместе с тем, вот превращение, возможно и превращение Ленского, мы с вами определили. Могло быть и то, могло быть другое. Причём и в том, и в другом случае это неожиданные превращения. Но, кстати, и другой персонаж, главный герой, тоже претерпевает превращение. И это превращение неожиданно. В самом деле. И в данном случае это даже особенно показательно. Почему? Автор нас уверяет. Они сошлись, вы помните, волна и камень, стихи и проза, лёд и пламя, и так различны между собой. Кто такой пламень, волна, стихи – это Ленский. А кто такой проза, лёд, проза и так далее – это Онегин. Так? Онегин. И, казалось бы, ничего от него уж ожидать невозможно. И эта мысль, этот мотив звучит постоянно, и он всё сильнее и сильнее звучит. Помните, после дуэли, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов и так далее, до 26-ти годов, и наш герой, Онегин, завидует заседателей. А почему? Как дурцкий заседатель, я не живу в параличе. И так далее, и так далее. Ничего уже ему, ничего ожидать, как будто бы нельзя от него. И вдруг тот же самый Онегин влюбляется и ведёт себя, как юноша. Как юноша, который полюбил в первый раз самозабвенно. Пишет письмо, которое сделало бы честь любому романтику. Нет поминуты видеть вас, повсюду следует за вами. Улыбку, рот, движение, глаз ловить влюблёнными глазами. Это Онегин. Тот самый Онегин, который был охарактеризован поэтом, то есть поэтом, так сказать, автором, только как лёд, камень, проза. И в самом деле, как можно было ожидать от Онегина такого превращения? И, кстати, интересно, что никто и не ожидал. Никто и не ожидал. Не ожидали критики прежде всего, причём очень талантливые, проницательные критики. Вот я вам прочитаю суждение Ивана Васильевича Киреевского, одного из самых проницательных и глубоких критиков в русской литературе вообще. Онегин писал в первой статье о Пушке, «Есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Он также равнодушен ко всему окружающему. Но не ожесточение, а неспособность любить сделали его холодным. Его полность прошла там и так далее, рассказы я пропускаю. Поэт Магегин в здравственном поэтическом отношении остаётся далеко позади Чайльд Гарольда, или, как тогда писали, Чильд Гарольда. Любая мечта британского поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает его холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живёт в его сердце и день, и ночь, и поглощает в себе всё бытиё его. Иное дело Онегин. Нет ничего обыкновенного, ничего необыкновеннее такого рода, и всего меньше поэзии в таком характере». Вот вам суждение Киреевского. Он не знает ещё, кем станет Онегин, но он предсказывает, что ничего поэтического, ничего, так сказать, яркого от него ожидать не приходится. А произошло совершенно противоположное явление. И, кстати, это не только Киреевский. Такой проницательный поэт, замечательный поэт, можно сказать, великий поэт, Боротынский, когда сравнивали его героя Елецкого из «Цыганки» или «Толошницы» с «Лаврами» с «Онегином», то Боротынский возражал. «Почему?» – говорил он. «Онегин отжил, Елецкий только начинает жить. Онегин неподвижен, Елецкий действует. Онегин скучает от пустоты сердца, Елецкий скучает от недостатка сердечной пищи». Цитата из поэмы. «Елецкий битву проиграл, но побежденный спас. Он знамя и перед самим собой не пал». И что же оказалось? Оказалось, что и Онегин не отжил. Наоборот, он еще живет. Он еще способен на чувство, на всеобъемлющее чувство. Хотя при этом, надо сказать, никаких вот ни он, ни повествователь не произносит никаких извлечений насчет того, что вот Елецкий или кто-то теперь уже Негин спас, он знамя и перед самим собой не пал. Нет. Все дается в регистре повседневности, как будто бы это естественно, как будто бы это совершенно, так сказать, неизбежно. Хотя никто этого не предполагал, не предполагали ни герои, не предполагали ни читатели. И самое главное, не предполагал и сам автор. Что очень важно. Известное выражение Пушкина, что Татьяна выскочила замуж, говорит о том, что он тоже, что она поступила неожиданно для автора. И в этом я продолжаю уже отвечать на наш вопрос. Я буду это делать попеременно с постановкой вопроса. Я буду перед вами выдвигать и новые, и новые праведливаемые и в то же время отвечать на этот вопрос. А все дело в том, что жизнь непредсказуема. И что никаких преимуществ автор тоже не имеет перед жизнью. Он так же, как и другие, не может предвидеть всех обстоятельств и всех поворотов судьбы. И в результате получается, что вот наши школьные и вузовские определения образов, Онегин там разочарованный, Ленский восторженный романтик и так далее, нет, они все ограничены. Они все недостаточно точные, недостаточно корректные. Нет, на самом деле это движущиеся характеры, которые живут, и как любое живое существо, они способны на изменения. И, пожалуй, я уже говорил о том, что, пожалуй, только два великих корифея мировой литературы, Достоевский и Шекспир в этом смысле придерживаются тоже самой эстетики, потому что характер их тоже открытый и неожиданный. Причем очень часто это неожиданное превращение выступает без предшествующей мотивировки. Оно не детерминированно. Нет, оно просто неожиданно, и при этом не сопровождаются никакими, так сказать, манифестами и декларациями вроде спасенного знамени. И надо сказать, что вот этот вот горизонт неожиданного и элемент неожиданности пронизывает буквально весь пушкинский роман в стихах. Ну, вообще, надо сказать, что здесь существует такое понятие горизонт ожидания, эрвартум горизонта. Этот горизонт сформируется у нас нашим опытом, нашим чтением, нашим пониманием проблем жизненных и художественных. Мы ожидаем что-то, ожидаем. И писатели часто нарушают этот горизонт ожидания. Но я вначале хочу сказать еще, что существует другой горизонт. Его можно было бы назвать горизонтом желания. Желаемого. И проэлюстрирую таким примером. Недалеко от Болдена было имение Апраксина, где жила вдова бригадира Петра со своими двумя дочерьми. Варвара Петровна и Анастасия Петровна. И когда вышла, была напечатана шестая глава Евгения Онегина, то Варвара Петровна сказала бы, высказала такое желание. Вот я бы легко ранила, не убила бы Ленского, а легко ранила бы его. И Ольга полюбила бы его еще больше. И чувство сострадания. И ухаживала за ним, и полюбила его больше. А Анастасия Петровна сказала, сестра его, а я бы ранила Онегина. И тогда Татьяна бы ухаживала за ним. А Онегин, в знак благодарности, полюбил бы ее. Вот такое желание очень часто высказывают читатели, зрители. И нередко бывает так, что авторам приходится пополнять эти желания. Я сейчас не буду приводить примеры, но это было нередко. Такие факты были в советскую эпоху, когда под влиянием мнения читателей, не только читателей, а тогда эти читатели были очень высокопоставленными лицами, приходилось писателю изменять текст. Но это горизонт желаемого. А горизонт ожидания Эрварту горизонта – это несколько другая категория. Почему? Потому что в данном случае мы, читатели, применяемся с этим изменением, с нарушением этого горизонта. Наоборот, художественный текст очень часто построен на том, что горизонт ожидания нарушается. И это является признаком художественности и признаком глубокого постижения жизни. Потому что то, что сформировано нами, нашим опытом, нашим ожиданием, горизонт ожидания, то на самом деле в художественном тексте, в глубоком художественном тексте опровергается. Это вполне естественный процесс. И в данном случае перед нами текст, который демонстрирует все, демонстрирует вот такое нарушение горизонта ожидания в буквальном и в очень степени, в буквальном смысле и в очень высокой степени. Пример. Онегин должен был влюбиться в Татьяну в третьем главе при начальном замыслове. Нет, он не влюбился. Но в конце, когда никто не ожидал у него, он проявил, обнаружил столь высокое и глубокое чувство. И так далее, и так далее. С Татьяной я уже говорил, которая выскочила замуж. Что это значит? Это значит, что жизнь, прежде всего, никто не имеет преимуществ перед жизнью. Никто, даже сам автор, сам автор уступает и вынужден признать диктат, господство, приоритет жизни. И в этом, кстати, величие автора. Приведу еще один пример. Татьяна. Встреча с Онегином. Автор предостерегает свою героиню. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу мою. Свою предостерегает. И далее, уже прямым текстом. Погибнешь, милая, но прежде ты ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Автор уверен, что путь, что судьба Татьяны плачевна. А что произошло? Произошло то, что Онегин поступил с ней в высшей степени благородно. Не соблазнил, не бросил. Он просто прочитал ей нотацию. Как взрослый человек прочитает, так сказать, получает человека молодого, менее опытового. К беде и опытность ведет, говорит он. И автор, а что делает автор? Автор изумляется тоже поведению. Он не ожидал этого. Не ожидал, хотя, тем не менее, он знает, что не в первый раз Онегин тут привил благородство души. Но сдал он другого. А произошло так, то, что он не ожидал. Это вот то же самое явление. Приоритет жизни, прежде всего. Прежде всего. И автор, всезнающий автор, всезнающий автор, оказывается, остается послушным учеником жизни. И то, что он умеет сохранить эту позу, величайшее его достоинство и величайшая сила романа. Иначе говоря, если подвести некоторые итоги, то, что утверждается на уровне авторских заверений и декларации, как тогда бы сказали, нечувствительной, то есть без объявления, опровергается или усложняется поступки, манеры поведения героев. Вальтер Скотт однажды сказал, что он не знает судьбу своих героев, не видит этой судьбы, и часто героя поступает не так, как он предвидел, не так, как он хотел. Но он утверждает это вне текста художественного произведения. Он утверждает, а у Пушкина подобные же заверения, подобные же утверждения содержатся в самом тексте. В самом тексте мы узнаем, как должен поступить автор, то есть героя, персонаж, и в самом же тексте мы узнаем, что он поступил по-другому. И автор изумлен вместе с нами, как будто бы он не знал, он не знал, ведь как будто бы он не предвидел. Он же хозяин этого произведения. Нет, оказывается, не он хозяин. Он только слушает, прислушивается к велению самой жизни. И в его искусстве слушать эту жизнь и знать эти веления заключается действительно достоинство огромного таланта. Автор удивлен. Вы помните, Татьяна Выскочина, я знаю, что именно в этом удивлении и выражена некоторая суть пушкинской эстетики. То есть закон организации текста таков, что ни автор, ни герой, а автор в данном случае это тоже герой, это не биографические пушкин, это им персонаж произведения, ни автор, ни герой не владеют абсолютной истиной. Жизнь богаче любого предположения. Приглубь, предположения, обещания могут не сбыться. Однако они не остаются, не снимаются в тексте, в тексте, потому что они символизируют или передают движение и сложность самой жизни. И можно было бы, если говорить об импровизации, это действительно импровизация, но это импровизирует сама жизнь. Не автор, не его персонажи, и автор тоже как персонаж, это сама жизнь. И можно было бы привести для наглядности такой пример. Вот представьте себе, что строится дом, возводятся леса, дом наконец построен, но при этом леса не убираются. И нам, любующимся завершенным творением, в то же время открывается путь, мы видим путь, в каким путь, которым шел архитектор, архитектор или художник. Мы видим всю сложность и драматизм этого движения. Вот Евгений Онегин и демонстрирует такое состояние, когда вместе с результатом перед нами и тот путь, то движение, которое привели к этому результату. И таким образом драматизм и рефлексия направлены не только на события, кстати, об этом, может быть, я скажу подробнее, но и на рассказ, на само повествование об этих событиях. Недаром часто называют Евгений Онегин роман о романе. Это роман, это роман в буквальном смысле слова, но это еще роман о романе, о том, как он создается. И можно тут для, и это, конечно, предвестие современных течений модернизма и постмодернизма. Недаром это произведение является нечерпаемым источником вдохновения для современных художников, потому что многие приемы, письма, повествования Пушкин предосхитил. Никто не ожидал, никто не ожидал от такого пророчества, такого пророческого дара. Вместе с тем оно свершилось. Он, этот роман демонстрирует перед нами и результат, и в то же время и ожидание этого результата, иногда ложный, иногда сбывшийся, перед нами процесс, творческий процесс во всем его объеме и сложности. и я говорил о том, что философская критика, в частности вот Надежда, один из ярких представителей философской критики, не могли примириться с такого рода действием, потому что они ждали другого. Такого рода противоречий и разрешения этих противоречий они не ожидали. Я приведу вам пример, цитату из одной статьи Надежда. Надежда пишет, что само явление его, Евгения Онегина, неопределенно периодическими выходками, то есть выходами изданиями, беспрестанными пропусками и скачками показывает, что поэт не имел при себе ни цели, ни плана. Ну, нужно пояснить, что Евгений Онегин выходил главами, первый глав в 1925 году вместе с разговором книгопродавца с поэтом главами. Одна глава за другой, определенная выходка. И с точки зрения Надежда, значит, поэт не имел перед собой плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Играющей фантазии. Это совсем не так. С одной стороны, действительно, Пушкин имел, он имел, конечно, перед собой план, но он дал возможность жизни вмешиваться в этот план. И он не фиксировал этот план как некое неизменное руководство к действию. Нет, он открывал доступ к явлениям жизни, к тем силам, к тем волнам, которые шли от этого к сердцу и к уму поэта. И далее Надежда пишет. Смело можно было угадывать, что при первой главе Онегина Пушкин и не думал, как он кончится. Как пунчится. Нет, Пушкин думал, как он кончится, но он тем не временем и вносил элемент свободы. И он не собирался из того замысла или намека на тот замысел, который у него был вначале, делать догму. Нет, он был открыт к жизни. Пушкин не думал, как он кончится. И вот собственно его откровение или откровенное признание в последней главе. То есть слова Пушкина Надежда рассматривают как некую улику. Мол, автор проговорился и он наконец сказал, как он писал. И это признание звучит как с точки зрения Надежда как признание в слабости. Вот так. Что же он сказал в главе? Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна о ней в смутном сне явились впервые и мне и дать свободный роман я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Какие тут предусудительные слова? Во-первых, в смутном сне. Что это за смутный сон? Да, конечно, с точки зрения Надежды и философской критики, поэт, писатель может не все еще понимать, не все осознавать, но сон отнюдь не смутный. Если твой сон смутный, если ты смутный представляешь себе развитие действия, не садись за стол, не бери в руки перо. Это так великие художники не поступают с точки зрения Надежды. А затем даль свободного романа свой магический кристалл еще неясно различал. Свободный роман. Что значит свободный роман? Надежды был против того, чтобы роман или вообще художественный текст подчинялся правилам классицизма, правилам романтизма. Да, он был в этом смысле за свободный роман. Но с точки зрения Надежды Роман или любое другое художественное произведение не должно были быть свободны от правил художественности, от законов изящного, от законов литературы и искусства. Такой свободы Надежда не признавала. Нет, есть законы, они более сложные, но они столь же непререкаемы, как любые законы природы. Вот так. А смут Надежда признается, что он неясно различал и дали свободный роман. Не может быть свободный роман вообще. Может быть свободный только от определенных правил классицизма, еще раз хочу сказать, романтизма, но не свободный от правил художественности. Вот так. Я еще неясно различал. С точки зрения Надежда это, так сказать, автор рафферское признание звучит как признание слабости. Он проговорился. А на самом деле все по-другому. На самом деле это признание в силе. Потому что Пушкин создает особый тип повествования. Тип повествования откроет и всем треволнением, изменением, метафосом жизни. Причем это все подчернуто в самом тексте. Поэтому Евгений Янекин никогда не может надоесть. Вы будете читать его, потому что каждый раз вы читаете его по-новому. И каждый раз вы открываете о нем новое. Каждый раз новое. И это новое вступает в противоречие с прежним. С жизнью. Это противоречие самой жизни. Самой жизни. Теперь я бы хотел коснуться такой очень важной темы, как вопрос о том, чему учит нас этого произведения. Тоже излюбленная по столу вопроса в школьном и не только в школьном произведении. Чему учит нас произведение. Часто задаем этот вопрос себе. Часто заедают преподаватели своим ученикам или студентам. И часто они или мы отвечаем на этот вопрос. Чему учит нас произведение. Этот вопрос особенно актуален, конечно, применительно к Евгении Онегину. Почему? Потому что последняя глава и развития коллизии, и поступок Татьяны, и которые не ответила на чувства Онегина, хотя сохранила к нему, конечно, отнюдь неравнодушное чувство, теплое и любовное чувство, тем менее ответила. Осталась верна обета супружеской, верность и так далее. Все это коллизия невольно, конечно, порождает вопрос такого характера, ну, можно сказать, педагогического. А как же быть действительно? К чему учит роман? И вот, когда чувство Онегина отвергнуто, и Татьяна твердо произносит «Я другому отдана и буду век ему верна». И вот остается проблема долга поведения замужней женщины. И вот в истории восприятия романа звучали самые различные ответы на этот вопрос. Именно на вопрос правильно поступила Татьяна. Следовательно, и на вопрос, чему учит нас это произведение. И, условно говоря, конечно, я подчеркиваю, условно говоря, образовалось в истории восприятия романа две партии. Партии, я беру в кавычки, конечно, вы понимаете, партии Онегида и партии Татьяны. То есть одни за Онегида, другие за Татьяну. Понимаете, что я для наглядности несколько утрирую, но некое зерно, рациональное зерно, в такой постановке вопроса есть, конечно. В частности, вот Белинский. Белинский считал, что Татьяна поступила, ну, так, говорить не совсем правильно. Почему? Потому что мнение света для Татьяны это идол, рабская боязнь общественного мнения, подчинение ему, этому мнению своего чувства. Вот, так сказать, кредо Татьяны. Наоборот, Достоевский в своей знаменитой речи, посвященной Пушкину, увидел в поведении и поступках Татьяны истинной решения проблемы. Истинное решение проблемы. И проявление вот именно истинно христианского русского отношения к своему долгу. И даже он высказал такое мнение, что следовало бы назвать, пожалуй, поэбу не Евгения Онегина, а Татьяна. Татьяна. Вот. Ну, надо сказать, что такие предложения уже при жизни Пушкину приходилось ему выслушивать. В частности, когда вышел Кавказский пленник, то один из критиков сказал, что подобает, более подходит к этому названию не Кавказский пленник, а Черкешинка. Черкешинка. Ну, что же, однако же, Пушкин все-таки назвал, как говорится, как назвал. И вот эту линию осуждения Онегина и, наоборот, восхваления Татьяны продолжили многие-многие критики, философы 19 века и последующие время, вплоть до нашего времени. Последующие эпохи, вплоть до нашего времени. Ну, в частности, Вячеслав Иванов, замечательный критик и мыслитель, вплоть до современных критиков. И вот я почитаю цитату из одного тоже талантливого критика, я не буду называть его фамилию, который пишет буквально, что Белинский презирал Татьяну за то, что она не завела роман с Онегиным, как подобает свободный от предосудков передовой женщине, не избежала от человека, с которым связано христианским браком. Вот. И Белинский вот так вот. Ну, это не совсем так. Конечно, Белинский, так сказать, говорил о Татьяне как о женщине, скованной общественной моралью, господствующей моралью. Но при этом он никаких призывов, никаких рекомендаций не давал. Не давал. Это уже некоторое привлечение. Но дело в том, что самое главное... Кстати, между прочим, аналогичный подход и к цыганам, когда утверждается, что Пушкин говорит устами старого цыгана, который осуждает эгоизм Олега с позиции вот этого, как сейчас говорят, о соборном сознании. Ты для себя лишь хочешь воли. Ты не рожден для нашей доли. Хотя на самом деле, я тут вновь возвращаюсь к этому вопросу, который я поставил в самом начале, чему учит нас произведение. Хотя на самом деле это только одна сторона коллизии старый цыган. Есть еще другая сторона. Это Олега. А в сумме, в месте это все рождает сложный смысл и сложный ответ произведения, который нельзя отождествлять с мнением одной из сторон. Если обратиться, вернуться опять к Онегину, то следует не упускать, есть в виду, трезвое и отнюдь не идиллическое представление Пушкина о семейственных отношениях в России. и вот о том самом праве женщины и положении женщины, которое воплощено в данном случае поведение Татьяны. Пушкин писал буквально следующее. Вообще несчастье жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. и в самом деле вы помните и полнотанья в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покоинца свекровь. то есть чужая воля не воля чувства не чувства а чужая воля. И собственно Татьяна тоже так же говорит я другому отдана 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 чужой воле так что же что же это означает это означает не то что Пушкин допустим в данном случае прославляет свободную любовь. Не дело не в этом. Или то что в данном случае Пушкин настаивает на том что надо нести свое так сказать тюрьму ту ношу которую ты на себя взял коли ты вышел или вышел замуж. Дело не в этом. Дело самое главное в том что вопрос о супружеской верности или неверности это не предмет Евгения Негета. Мы читатели можем на основании материала который представляет нам это поэта предоставляет делать свои выводы но эти выводы нельзя абсолютизировать и нельзя выдавать закончательный вывод произведения. Один критик очень хорошо сказал в связи с публикацией в связи с интерпретацией цыганов он сказал что Пушкин преподает нам не великий урок а великую проблему великую проблему и автор Евгений Онегин тоже преподает нам великую проблему а нам читателям и пушкинской эпохи или нашим современникам или будущим поколениям предоставлена возможность решать эту проблему решать эту проблему то есть постигать смысл пушкинского послания или социолог и публицист наших дней назвал бы это модным словом месседж вот это нам нужно разгадать причем процесс этот бесконечен мы можем постигать его будем постигать всю жизнь и до конца и будущее поколение будут извлекать из этого произведения свои выводы и так сказать формулировать свои решения произведение же приводит нам именно великий урок не великий урок а великую проблему если бы великий урок то оно бы свелось просто к такому дозидательному педагогическому сочинению средней руки а перед нами великое произведение неистощимое неизмеримое по своей глубине и по своей значительности седьмая глава Татьяна в доме Евгения Онегина и она Онегина нет она разгадывает эту тайну кто он тайну рассматривая и изучая можно сказать библиотеку Онегина везде Онегин душа себя невольно выражает то кратким словом то крестом то попросительным крючком так и что же оказывается Татьяна начинает понимать кто кто такой Онегин и начинает понимать Татьяна понимать и так далее кто он чудак печальный или опасный создание альдо или небес сей ангел сей надменный бес и уже ли слово найдено так да Татьяна понимает слово допустим ей она нашла но это слово она не сообщает не сообщает ни она ни повествователь автор и сама постановка опроса говорит о том что вот в эти в этих координатах вы ответа не найдете чудо создание ада или небес или или ни ада ни небес а кто же кто же такая альтернативная постановка опроса который Татьяна Татьяна на концове который Татьяна нашла это слово но нам это слово не сообщено мы его не знаем и по-прежнему Онегин остается для нас человеком характером возможности которого поведение которого не сковано никакой никаким определением никаким никакой установкой все может быть все может быть изменено изменено и кстати Онегин не сказал своего последнего слова поведения и не даром это были почувствовали критики наиболее председательные и не даром роман без конца без конца потому что нет ответа на вопрос нет и не может быть ответа такова жизнь мы видим что таким образом характер Онегина и другие характери построены таким образом что они все время ускользают от конечных определений от конечных категорических оценок мы можем дать эти оценки но это наше наше с вами прерогатива наше с вами свойство поэт произведения вернее таких оценок не дает таким образом я хочу еще раз сказать что прежде всего сказать вам что если вы почувствовали сложность этого произведения то я в какой-то степени ну так сказать выполнил ту задачу которую я перед собой ставил мы все с вами в роли вот того мифического античного эксиона который хотел бы обладеть Герой но вместо этого увидел облака но в отличие от античного героя мы с вами имеем то преимущество что мы или знаем и стремимся узнать каким образом возникает вот это облако именно облако но при этом мы в то же время остаемся всегда в роли человека или специалиста или ученого или исследователя или студента или школьника все равно который всю жизнь будет разгадывать это исчезающее скользающее от него облако мы только знаем каким образом или постремимся узнать каким образом создается этот эффект создается в какой-то мере мы продвигаемся к ответу на этот вопрос но это этот ответ рождает новые вопросы и поэтому постижение произведения перед нами это если еще раз вспомнить уже афоризм или выражение которое я уже приводил это бесконечные задания именно бесконечные которые мы будем решать с вами всю жизнь и получать от этого эстетическое удовольствие спасибо вам большое Папаян Геворг Московский государственный университет имени Ломоносова я тоже знаком с вами есть ли в каких-либо художественных произведениях созданных после того как вышел в свет Евгений Онегин попытка хотя бы обсудить тот вопрос который поставил Пушкин в этом своем произведении спасибо дело в том что этот вопрос был поставлен перед всей русской литературой и в конечном счете и произведения Достоевского прежде всего конечно но не только Достоевского и Гончарова если говорить о диалогическом конфликте который развивается у Гончарова этот же конфликт это коллизия предуказана Пушкина в соотношении персонажей Ленский и Онегин в которые в соотношении в альтернативе в этой коллизии нет абсолютно правого потому что правда так сказать истина на стороне каждого из персонажей вот так в конце концов это тоже вечный вопрос который обращен к лицу всей русской последующей литературы так так что тут одно произведение не назовешь это вся литература да спасибо 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 фейсс спасибо Продолжение следует...